Именно в этой квартире и проходило вот это самое нашумевшее задержание. Сегодня его очень активно обсуждают в социальных сетях, а именно то, каким образом опергруппа проводила это задержание. Родственники этого молодого человека, подозреваемого, долгое время находились под дверями квартиры, утверждая, что они слышали его крики о помощи, о том, что милиция прилагала, скажем так, физическое насилие к нему. Они пытались попасть через дверь, но не получилось. После прошли вот к окнам квартиры, разбивали, пытались разглядеть, но тоже ничего не вышло. В милиции же заявляют, что молодой человек не хотел идти на сделку со следствием, ну и оказал сопротивление, напав на милиционеров холодным оружием. То же место только двумя днями ранее снимают родственники, которые пытаются вызволить из квартиры молодого человека. Они утверждают, что около 15 человек в масках, не предоставив ни ордера, ни документов, вооруженные автоматами, вломились в помещение, где находился подозреваемый по имени Ахмед Исаев. И в течение четырех часов находились внутри, не впуская хозяйку квартиры. Подозреваемый приходится ей родным братом. Временно проживал вместе с ней и тремя ее несовершеннолетними детьми. В этот момент девушка была на работе, а дочери у бабушки. Соседи, услышав шум и крики, вызвали ее и других родственников. Незаконно тебя здесь выманивают. Все показания с тебя, что делал, не делал. Оборотни в погонах. Я Гаджива Гурун Магомедовна. Это моя, это моя, моего брата здесь убивают. За что их брата и племянника пришли арестовывать, женщинам, по их словам, никто не объяснял. Разбив окно собственной квартиры, рассказывает сестра задержанного, она увидела брата окровавленного. Если он в чем-то и виноват, то почему на него просто не надели наручники и не забрали в милицию на допрос, а все это время держали внутри, заодно запугивая и жестко разгоняя их самих, жалуются женщины. Вызвали работников Свердловского РОД, они приехали, они бездействуют. Куда мы только не звонили, прося о помощи, вызвали скорую, и это длилось 4,5 часа. Из квартиры души раздирающие крики. Вы извините, так допросы не проводят. Я считаю, что это была жесткая ломка его, насилие. Даже если есть какие-то поводы к тому, что он виноват, доказывайте это правильно, по закону. Он тоже человек. Мне вывернули палец, мне пришлось его вставлять, потому как и врач сделал заключение и ушиб. Помимо этого, меня локтем, когда его выводили, я попыталась снять с него, потому что лицо было закрыто, он был избит. Уже на следующий день, в субботу, парню избирали меру пресечения. Туда его привели с перебинтованной головой. По данным милиции, мужчина набросился с ножом на сотрудников, которые пришли к нему с неотложным обыском. Оказалось, что в этот же день в органы обратился гражданин с инициалами ИС, который написал заявление по поводу вымогательства у него 3000 долларов. В своем заявлении он указал, что неизвестные удерживали его в той самой квартире и применяли физическое насилие, угрожая холодным и огнестрельным оружием. Был установлен адрес квартиры по улице Тоголохмолда города Бишкек, где удерживали заявителя против его воли и применяли к нему физическое насилие, а также угрожали физической расправой и применением ножа огнестрельного оружия. По указанному адресу, примерно 23.00 часов, был произведен неотложенный обыск, однако подозреваемый оказал активное сопотребление сотрудникам милиции и бросился на милиционеров с ножом, вследствие чего к нему были применены боевые приемы рукопашного боя. Исходя из официальной информации милиции, молодого человека приехали не задерживать, а обыскивать, но в масках и с автоматами, без понятых и без присутствия хозяина дома. С 11 вечера и до примерно 3 утра они смогли найти в небольшой квартире кухонный нож с пластмассовой рукояткой, огнестрельное оружие системы УЗИ калибра 9 мм, брикеты с прессованными травами, обрезанные баклажки и пипетку. Экспертизы судебно-медицинская, судебно-химическая, судебно-религиовеческая, лингвистическая, судебно-баллистическая, судебно-наркологическая пока еще не завершены. А уголовное дело уже возбуждено по статье «Незаконное изготовление наркотических и психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Однако задержанным был в соответствии со статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса республики, так как на задержанного указал потерпевший. Ахмед Исаев судим, ранее отбывал срок за кражу. По некоторым данным, задержанный связан с криминальной группировкой, а именно с Алмазом Сулеймановым, известным по кличке Лемонти. Ахмед Исаев все из тех же источников, якобы промышлял наркотиками и разделял запрещенную идеологию. В квартире, по данным милиции, была также изъята религиозная литература. Впрочем, родственники опровергают связь задержанного с религиозным экстремизмом, говорят, что он атеист, а оружие ему подкинули. По разговорам соседей, потерпевший, написавший заявление, действительно приходил к Ахмеду, но не один. Родственники отметили, что догадываются, про какие деньги идет речь, что якобы Ахмеду был должен один парень, а тому, в свою очередь, потерпевший, который обратился в органы. Так, должник Ахмеда предложил ему забрать сумму у его должника. Был ли это долг или вымогательство, с применением силы или нет, теперь будет разбираться следствие. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС.